Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих респондентов. Тема занятия – проект коллективного договора предприятия радиоэлектронной промышленности. Ведет занятие, читает лекцию, Шилов Дмитрий Юрьевич, делегат Российского комитета рабочих. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Ну, как вы меня представили, меня зовут Дмитрий Юрьевич Шилов. Работаю я в акционерном обществе КБСМ, монтажником радиоэлектронной аппаратуры, рабочим. Ну, в настоящее время, все мы знаем, что продолжается наступление на права трудящихся. Вот. И все мы это хорошо видим в решениях, значит, нашего правительства. Это увеличение пенсионного возраста для трудящихся. Также сейчас готовится эксперимент, или, возможно, это будет какое-то решение, опять же, принятое в Думе. Но широко это сейчас обсуждается, да, решение о уплотнении рабочей недели. В общем-то, эти меры совсем не положительно сказываются и скажутся на рабочем классе, прежде всего, поскольку рабочие заняты в тяжелом производстве и вообще во вредном. И физически много трудятся, и, конечно, больше всего заденет это их. И мы знаем, что сокращение пенсионного возраста сократит продолжительность жизни, здоровой жизни и вообще. То есть многие не будут доживать до пенсии в таких условиях. Но, в общем-то, здесь люди, в общем, грамотные собрались, что знают, что классовая борьба, она никогда не прекращается, не прекращалась и не будет прекращаться. Поэтому, в общем-то, это все проявление, проявление этой борьбы, которую мы видим. И, в общем-то, последствия отказа от классовой борьбы, начатой в 60-х годах при Хрущеве, когда нам объявили, что классовая борьба вроде закончилась, да, товарищи, вот, все уже у нас развитое такое, все, значит, прекрасное, да, социализм победил, и вот скоро уже наступит полный коммунизм. Вот эти, конечно, все заявления, вот эти ошибки, трагические ошибки, вот, привели к тому, что, что мы сейчас имеем, и положение продолжает, продолжает ухудшаться рабочего класса. Собственно, с одной стороны, это обусловлено тем, что, ну, кризис, мировой кризис, да, то есть обостряется, противоречия обостряются, аппетиты у капиталистов растут, значит, вот, это с одной стороны, да, а с другой стороны пассивность, то есть пассивность рабочего класса, да, вот, она тоже способствует тому, что, вот, в общем-то, вот после, после того, как было, были приняты, значит, поправки, нет, не поправки, а принят, ну, реформа, да, так скажем, реформа пенсионная, в общем-то, это показало тоже, ситуация показала пассивность, да, достаточно пассивную позицию и профсоюзов, и, ну, и, собственно, и рабочего класса, да, как авангарда, в общем-то, ну, то есть, как локомотива, да, всех позитивных изменений, вот, в обществе, поскольку рабочий класс это самая прогрессивная сила в обществе на сегодняшний день, вот, и, в общем-то, решение принято, принимаемое правительством, буржуазным правительством, вот, они, конечно, реакционны, реакционны по своей природе, по своей сути капитализма, да, вот, что это диктатура буржуазии, а буржуазия в наше время – это класс реакционный, а прогрессивным классом является рабочий класс, как бы, плохо еще, профсоюзы выходят за рамки, в общем-то, этого интересов, да, капиталистов, то есть, что-то позволяется делать там, да, вот, ну, только-только вот это самое, не надо вот там, как бы, вот эту священную корову, да, трогать, как бы, да, которая, вот, ну, прибыль только-только это самое, вот, не надо, то есть, вот эти и профсоюзные, ну, председатели профсоюзов, собственно, такую же позицию занимают, и все это, в общем-то, отрицательно сказывается на рабочем классе. Можно предположить, что, в общем-то, следующим шагом буржуазного правительства будет, будет нападение на, собственно, и сам трудовой кодекс, да, я думаю, что наивных людей здесь нету, и после того, что мы видим, да, вот эти шаги приняты буржуазным правительством, это, ну, пенсионный возраст, солод, кстати говоря, тоже, да, который вот провели, да, так, по-тихому, значит, это самое, вот, то есть, урезаются все, всевозможные, значит, завоевания, да, то, что вот советская власть добивалась весь, в общем-то, прогрессивные, прогрессивное движение всего рабочего класса, все в борьбе, в тяжелой добивалась, в общем, сейчас, сейчас все это отбирается, и наивно думать, если, если правительство, да, вдруг, значит, решит облагодетельствовать, значит, народ, да, следующим каким-то подарком, вот, то есть, вполне логично предположить, что следующим шагом будет наступление на трудовой кодекс, и, в общем-то, путь ими выбран на 60-часовую рабочую неделю, вот, и, в общем-то, дело, я думаю, идет к тому, что, вот, будет ставиться вопрос вообще об упразднении, упразднении трудового кодекса, ну, так, если, мы же понимаем интересы, объективные интересы в буржуазии, вот, вообще было бы хорошо, чтобы вообще люди бесплатно работали, да, и такие случаи есть сейчас, мы знаем, что люди месяцами не получают зарплату, ну, это все, все это мы видим, и они это тоже видят, что вот такое состояние, да, нашего народа от отчаяния, от незнания, от непонимания, незнания, конечно, ну, законов, трудового права, да, вот это приводит к таким посредствиям печальным. Я сейчас был, вот, только недавно приехал с Российского комитета рабочих, вот, он состоялся, вот, 19-20-го, вот, и очень, знаете, много интересного, там, познавательного, вот, было, ну, и, собственно, тоже выступал там, да, с докладом, значит, о том, что, как бы нам вот эту пользу, да, от научно-технического прогресса, да, от которой рабочие ничего не получают сейчас, вообще, ну, ничего, кроме, кроме как увеличиваемой нагрузки, да, то есть, все сливки снимают капиталисты, при том, что производительность труда уже выросла, ну, чуть ли не в сотни раз, вот, с тех пор, как наступил 8-часовой рабочий день, вот, поэтому это, конечно, чудовищный вообще перекос, это очень неправильно, несправедливо, что так происходит, вот, при том, что рабочий класс деградирует, да, и производительность труда, она растет всегда объективно, вот, но, и были примеры такие, вот, рабочие приезжали на российский комитет рабочих, рассказывали, что при внедрении техники капиталисты просто сокращают работников, да, а на оставшихся перекладывают, значит, их нагрузка остается на, на и, на и так уже, и без того, как бы, ну, нагруженный рабочий класс, это, эта ситуация вообще, ну, очень опасная, на самом деле, для экономики всей страны, вот, ну, что же делать, да, что же делать в такой ситуации, вот, и российский комитет рабочих, это, собственно, вот, голос, да, рабочего класса, вот, ну, голос народа, можно так сказать, потому что народ, это, трудовой народ, это рабочий класс, вот, нашей нынешней, современной ситуации, вот, самая его, как говорится, соль, да, и вот рабочий, этот самый комитет, да, российский комитет рабочих в Нижнем Новгороде, вот он рекомендует, значит, выдвигать требования за шестичасовой рабочий день, вот, ну, это, в общем-то, не новый лозунг, его и партия, рабочая партия России уже несколько лет продвигает активно, вот, поскольку этот лозунг, оно отвечает, в общем, всем, всем, значит, это ответ на все ухудшения, да, то, что вот на нас давит буржуазия, да, вот, и вредности забирают у нас, и все, там, и увеличивается рабочий день, да, то есть шестичасовой рабочий день будет ответом, да, и решением, вот, собственно, всех бед и проблем, да, которые на нас свалились, вот, и сваливаются, и будут сваливаться еще, вот, ну, конечно, шестичасовой рабочий день никто нам это на блюдечке не принесет, вот, это задача для нас, для нас, рабочих, в первую очередь, вот, то есть основным инструментом, да, как, ну, добиться этого шестичасового рабочего дня, это, конечно, забастовка, без забастовки это все, ну, не пройдет, это очень, ну, ключевое, такое, ключевое, мощное требование, вот, которое, как говорил Ленин, вот это звено, центральное звено, если за него потянуть, то потянется вся, вся вот эта цепь, да, и она может так потянуться, что, что мало не покажется, если, если рабочий класс почувствует вообще свою силу, свою, а сила его огромная, наша сила огромная, но мы разобщены, вот, а как же нам соединиться, вот, Карл Маркс еще говорил, что в своем манифесте, значит, коммунистической партии, пролетарии всех стран, соединяйтесь, вот, а что же, что же это значит, я вот, честно говоря, вот, я, когда был еще, да, вот, в юном возрасте, в таком молодом, я вот слышал это, да, вот, здорово так вообще, ну, как бы, соединяйтесь, да, вот, какая-то, вот в этом есть такая сила, духа, вот, ну, а как соединяться, там, как вот в круг встать, вот, за руки возьмемся, давайте, да, возьмемся за руки, друзья, как, как, в песне, в песне поется, вот, ну, вот, вот сейчас я уже, вот, понимаю, вот, что это значит, объединяйтесь, объединяйтесь вокруг коллективного договора, вокруг требований каких-то конкретных, это не, не абстракция какая-то, вот, а это именно требования, требования сегодняшнего дня, вот, и чтобы его реализовать, нам нужно учиться, учиться в первую очередь, вот, заключать эти договора коллективные, ну, вот, собственно, я вот, значит, тоже тут кое-что, значит, в этом направлении предпринял и составил коллективный договор, ну, я, конечно, не весь его сам написал, взял я за основу, за основу, значит, наш действующий коллективный договор на нашем предприятии, вот, в правкоме, значит, взял экземпляр, ну, посмотрел, в общем-то, договор, неплохой, вот, ну, для, насколько он может быть неплохим, да, вот, при, при диктатуре буржуазии, вот, и, в общем-то, вот, ну, там есть моменты неплохие, хорошие моменты, например, там, женщины, да, у нас, каждую, ну, раз в неделю, да, у них укороченный день, на один час, да, для всех женщин, вот, ну, также там есть предусмотрены выплаты, вот, там, ну, при смерти, да, близких людей, там, ну, в общем, такие вот моменты, но это, конечно, ни во что не сравнится, да, с теми, с теми требованиями, то есть, по своей прогрессивности, по важности, по актуальности, которые, которые нужно, которые актуально предпринимать, ну, в первую очередь, конечно, вот это, нужно в коллективные договора вписывать пункт о сокращении рабочего времени, вот, то есть, нужно предусмотреть план перехода 30-часовой рабочей недели, это увеличит свободное время, вот, и с сохранением заработной платы обязательно, да, совершенно правильно, вот, поскольку заработная плата и так у нас небольшая, в общем-то, ниже стоимости в 3, а то их 5 раз, так что это требование позволит, ну, сохранить здоровье, прежде всего, сохранить здоровье работников, вот, и позволит элементарно дожить до пенсии, которые нам правительство обещает, вот, за которым мы платим, кстати говоря, эти самые, да, переводим в этот фонд деньги свои, кровно заработанные, вот, то есть, ну, это улучшит, в общем, сразу положение рабочих, рабочего класса, намного, вот, и, значит, дело в том, что, и это еще и приведет к тому, что будет стимулировать рост производительности труда, у нас сейчас тут и по телевизору уже заговорили про производительность труда, сам Путин уже об этом говорил по телевидению, вот, ну, по-моему, в апрельских тезисах, да, ой, не в апрельских, апрельские тезисы, да, ну, в общем, да, да, ну, в общем, это было, было озвучено, вот, на что, конечно, все засуетились, да, вот, давайте эту, ее считать скорее, да, производительность, но толком, толком ничего, никаких, это самое, даже, даже посчитать, по-моему, ну, грамотно не могут производительность труда эту, вот, то есть, как-то это все вот эхом пронеслось, но, вот, или не там, да, собственно, и чего ждать-то, ну, как бы, никто это за нас делать не будет, вот, ну, то есть, то есть, получается, что больше всего заинтересованы, да, в производительности труда рабочие, рабочие сами, нет, ну, почему, то есть, если, допустим, есть, да, есть такая вот теория, что, как бы, роботы, да, вот, придут роботы, все, значит, будут увольнять нас, сокращать, останемся без работы, ну, во-первых, во-первых, роботов вообще не видно пока, и даже, в автомобиле строения не везде роботы, там, на каких-то только операциях по покраске, ну, это, или сварки, там, ну, это сборка, сборка, самая низкая, технологичная, которая, собственно, нам и сюда выносится, да, вот это все, эти заводы, строятся по сборке, здесь сборка идет, это, это все ручная сборка, в общем-то, и поэтому, отверточная сборка, да, это, высоких технологий сюда нам не везут, вот, и, ну, конечно, есть такой, такой риск есть, но, опять же, если рабочие, при условии борьбы за сокращение рабочего времени, да, то такой ситуации не должно быть, потому что, потому что тогда, если мы будем бороться за сокращение, вот, рабочего времени, то есть выросла производительность труда немножко, мы, значит, отвоевали, как бы себе, да, взяли, взяли это самое, в своих интересах ее использовали, если при пассивности, да, такая ситуация может быть, вот, и она так и будет, в принципе, если не бороться, вот к этому все идет, то есть, значит, борьба за шестичасовой рабочий день, вот, если коллектив, вот, это осознает, вот, сплотится, включит это требование в коллективный договор, и если это поддержит, в общем, коллектив, да, большинство работников, то, собственно, какие тут, ну, вопросы, если, если это, это вопрос сознательности, организованности рабочего класса, то есть, в принципе, никаких преград к этому нету, законодательство это позволяет, буржуазное право, право на забастовку у нас есть, конституция предусмотрена, поэтому это, в общем-то, становится необходимостью в сегодняшней ситуации, ну, иначе, ну, будет, будет деградировать, производство будет деградировать, рабочий класс будет деградировать, экономика будет падать, в общем-то, ну, мы же не хотим этого, в общем, ну, и вообще, можно, ну, как бы, долго, как бы, ахать, да, охать, как все плохо, как все у нас, все, все печально, вот, ну, что от этого, какой толк от этого, и потом борющийся, борющийся человек, он, он лучше себя чувствует, вот, тогда у него есть смысл какой-то, вот, объединен с товарищами, борются за свои интересы, да, он и здоровье, у него лучше становится, чувствует себя лучше, вот, и здоровее, и, вот, и, вот, это тоже немаловажный фактор, вот, при таком вот упадке, да, нынешнем, вот, этого духа, да, можно сказать, вот, значит, что я еще хотел сказать, что развитие, да, работник, то есть это позволит людям развиваться, вот, для семьи будет время, для профсоюзной борьбы, для, значит, повышения уровня реального содержания заработной платы, вот, потому что, ну, при таком низком уровне заработной платы, конечно, перспектив развития очень мало, и рождаемость будет падать дальше, потому что, ну, а как вот семью, да, из трех человек, как вот на эту зарплату низкую обеспечивать, вот, но без сокращения рабочего времени это, ну, практически невозможно, вот, капиталисты же знают, это тоже прекрасно, они же все учились, вот, то есть людей специально держат на таком, значит, на голодном пайке, да, чтобы только хватало, вот, покушать, там, вот, что-то там, одеться, да, вот, на работу, чтобы ты вышел, и так и будет, что вот они это понимают, чтобы ты даже и не задумывался, да, времени у тебя, чтобы не было даже, подумать, как, почему я до такой жизни-то докатился, вот, это вот, ситуацию, конечно, надо, надо менять, потом борьба вообще за это требование прогрессивное, самое важное прогрессивное требование, она вот позволит рабочим почувствовать свою силу, свое, значит, ну, значение, свою роль, в конце концов, всемирно, историческую, вот, но я уж не говорю о том, что шестичасовой рабочий день открывает путь к советской власти, я думаю, что, в принципе, здесь в основном сторонники, да, ну, коммунистического способа производства, то есть, а как, ну, еще перейти-то, то есть, борьба за шестичасовой рабочий день – это путь к забастовке, вот, забастовка порождает забастовочный комитет, забастовочный комитет выдвигает своих представителей в органы, забастовочные, да, территориальные, вот, которые, в общем-то, и являются формой советской власти. Другой формы власти мы не знаем, никто ее, история ее нам не дала другой формы, есть только одна форма, вот, диктатура пролетариата в форме советов советской власти, вот, поэтому путь к завоеванию, да, власти рабочим классом только один, вот, что. Вот, и, собственно, вот я написал, да, внес вот эти пункты, да, я взял за основу коллективный договор акционерного общества Саровская генерирующая компания, вернее, не так, за основу я взял свой договор, но вот из этого договора Саровской генерирующей компании, который написали работники, да, и, в частности, Валентин Калет, вот, который работает на этом предприятии, они составили такой коллективный договор, вот, ну, и, в общем-то, я взял из него самые передовые, самые хорошие, в общем-то, требования, да, улучшающие значительно, улучшающие положение рабочих, и внес вот в наш коллективный договор, вот, и в этом договоре есть такие пункты, значит, о, да, ну, чтобы перейти к этому 30-часовому рабочему дню, это, значит, осуществляется плавно, не сразу, конечно, то есть, за несколько лет, первый год подготовки подготовительной, второй год до 7 часов, вот, третий год уже к 6-часовому рабочему дню переход, вот, значит, далее, приближение заработной платы к стоимости рабочей силы посредством повышения уровня реального содержания заработной платы, благодаря ежегодному повышению номинальной зарплаты на индекс инфляции плюс, ну, 5-7 процентов, я написал 7, ну, можно написать 5, это, в принципе, проект, он еще, ну, в общем-то, такой, ну, проект, проект есть проект, то есть, это только первый этап, собственно, подготовки, подготовительный этап, вот, далее, значит, повышение в полтора раза установлено трудовым кодексом, минимальная оплата сверхурочных работ в выходные и праздничные дни в ночное и в ночное время в полтора раза, то есть, вот, при том, при той ситуации, да, когда, вот, капиталисты заставляют нас работать сверхурочно, это необходимое требование, потом, о каком сокращении рабочего дня можно идти речь, если люди готовы работать и в субботу, и вечером, вот, ну, кстати говоря, вот эти новые, новые меры, да, которые, вот, планирует правительство, оно вообще приведет к тому, что если 10-часовая, они же не говорят, что мы будем по 10 часов работать, это вообще упразднит, упразднит вот эти коэффициенты, то есть, это к этому идет, это движение в сторону 60-часовой рабочей недели, и чтобы убрать эти коэффициенты, вот, и, собственно говоря, тогда вообще, ну, 10-часовой рабочий день станет нормой, вот, и люди еще будут просить, чтобы в субботу, да, их выпустили поработать, при такой, при низкой оплате труда, да, то есть, все достаточно жестко, вот, то есть, это, в общем-то, мера запретительного характера, вот это, в полтора раза, да, коэффициент, повышение коэффициента в полтора раза, вот, за сверхурочные работы, то есть, вот, есть полтора, да, первые два часа полтора процента, а это еще полтора процента мы прибавляем. Раза, полтора раза. Полтора раза, да, спасибо. Полтора раза, то есть, мы еще прибавляем и записываем это в трудовой, вот, в коллективный договор, вот, нравится, не нравится, вот, как бы, это самое, ходить, платить, вот, три раза, да, ну, может быть, есть там у нас, как бы, богатыри, да, вот, может, кто-то и захочет поработать. Значит, дальше, ну, и, конечно, очень важный пункт, это, значит, сохранение занятости, вот, значит, чтобы, чтобы не могли уволить, уволить работников, да, вот, в условиях сокращения, да, просто производительность труда, чтобы, чтобы работодатель не мог увольнять работников, самый важный тоже, ну, один из важных пунктов, потому что, если, если в коллективном договоре стоит учет мнения, да, профсоюза, вот, в таких пунктах, вот, при, ну, которые говорят о, значит, сокращении, там, рабочего, ну, сокращении работников, да, то есть, если профсоюз не может заступиться, да, за членов профсоюза, и вообще за работников, ну, тогда, какой, какой в этом толк, да, если меня уволили, да, вот, ну, вот, в этом, во всем, во всей моей, да, участии, там, в профсоюзе, да, риске, тоже не все не так-то просто это все, вот, то есть, если, то есть, защита работников, это очень важный пункт. Вот, расширение гарантии профсоюзной деятельности работников общества, согласование с профсоюзом, решение работодателя, затрагивающих положение работников, вот, ну, вот, то есть, там, где было согласование с профсоюзом, да, вот, я написал, значит, ну, изменил на, то есть, где был учет мнения на, на согласование, да, вот, ну, и, собственно, вот этот, этот, такой коллективный договор, вот это, это уже, вот, действительно, мощное, мощное оружие, да, против наших, значит, угнетателей, так скажем, вот, капиталистов, вот, и хотел еще сказать, что, вот, Александр Владимирович Золотов, вот, привел такой пример, вот, значит, вот, примеры, значит, что, что будет с прибылью, да, ну, вот, с прибылью предприятия при переходе на 6-часовой рабочий день, вот, ну, и вот, это очень, очень такая показательная, в принципе, таблица, примечательно, что что в этой таблице видно, что при сокращении рабочего дня до 6 часов вырастет зарплата, то есть, сокращение рабочего дня, это не препятствие, да, не препятствие для повышения заработной платы, вот, возможности такие есть, но при этом и прибыль тоже будет расти, она, конечно, будет расти не такими темпами, как, ну, как, значит, при 8-часовом рабочем дне, но капиталисты все равно будут при своих интересах, они останутся, вот, но выиграет и рабочий класс, но нам не нужно думать об их, как бы, да, выгодах, об их, значит, но и они тоже, как говорится, в долгу не останутся, то есть, в этой ситуации, вот, это, в общем-то, обоснованное, вот, научное, научное исследование, и опыт, в общем-то, и зарубежный опыт показывает, что во многих странах уже, передовых, капиталистических странах, водится и 7-часовой рабочий день, и 35-часовая рабочая неделя, в общем-то, и прекрасно тут, значит, социализм, коммунизм не наступил, вот, то есть, можно эксплуатировать, эксплуатация все равно останется, все равно, вот, это мы тоже должны понять, но чтобы, чтобы это понять, нам надо это сделать, вот, и, в общем-то, там, в этой борьбе и рабочий класс окрепнет, почувствует силу свою, это вот, то, что сейчас надо, то есть, при всем этом, и ныне, да, нашем, упадке таком на это самое, вот это поможет сплотиться вокруг этого, это делать сейчас необходимо. Вот, при всем вот этом, при том, что мы пережили, да, вот, за эти все годы, да, контрреволюции, значит, ухудшение своего положения постоянного, то есть, рабочий класс уже на мякине не проведешь, вот, я хочу сказать, что, что вот эти все призывы, там, давайте мы, мы, мы сейчас вот вам сделаем хорошо, да, вот, значит, это все они уже не прокатят, вот, то есть, рабочий класс должен сам, непосредственно, без каких-либо там, это, значит, представителей, да, вот, значит, пройти этот путь этот, да, борьбы, то есть, заключение договоров, забастовочную борьбу, пройти эту школу, вот, окрепнуть в этой борьбе, и самому, самому непосредственно осуществлять свою власть, свою диктатуру, вот, никакой там, вот, вот эта история с КПСС, да, уже всех научила, вот, что, когда партия отрывается от класса, происходит, происходит то, что произошло, вот, и этот урок уже, этот опыт никуда от нас не денется, то есть, и, вот, собственно, путь к советской власти только один, товарищи, и, вот, собственно, вот в этом, в этом и есть объединение, вот, рабочего класса, и пролетарии всех стран, объединяйтесь вокруг коллективного договора, забастовочной борьбы, построения советской власти, спасибо, спасибо, вопрос есть, прочитать ли? Да, прочитать, Дмитрий Юрьевич, что бы Вы посоветовали работать в ФНПР? В ФНПРовском профсоюзе? А, в ФНПРовском профсоюзе или создать свой профсоюз? Ну, Вы знаете, я вот пока не теряю надежды поработать в ФНПРовском профсоюзе, вот, то есть, конечно, создание профсоюза – это великое дело, вот, и, но, я думал, что надо пробовать работать, как Ленин, в общем, об этом говорил, что даже в жёлтых профсоюзах надо работать, и это очень полезно для пропаганды, для, ну, приобретения опыта, вот, ну, в общем-то, я так, ну, прощупываю там, вот, обстановку вот сейчас у нас на предприятии, ну, у меня ситуация такая, что я пока на договоре нахожусь, и я с председателем говорил, вот, там, ну, говорил, ну, вот, есть такой комитет рабочих, да, российский комитет рабочих, вот, что вот, может быть, там, меня с делегатом туда послать от профсоюза, ну, вот, поскольку я на договоре, он сам мне тоже говорит, я тебе не советую, потому что все вот эти решения согласуются с руководством, и уже это не очень хорошо будет, ну, для моего, то есть, для дальнейшего, в общем, мои, ну, пребывания даже, возможно, на этом предприятии, ну, в общем, ну, всё по ситуации, я думаю. Правильно. Прочитать нужно? А, сейчас, почерк, давайте. Скажите, пожалуйста, не совсем ясно, почему к 30-часовой рабочей неделе нужно переходить поэтапно? Это дань реалиям или экономические соображения в пользу рабочих? С уважением Комарова. Значит, вот план такой у нас, значит, был, что, в принципе, переходить вот к 30-часовой рабочей неделе можно и непосредственно во время забастовки. Вот, то есть, это определяет, значит, комитет, забастовочный комитет определяет форму забастовки. Вот, но если брать, допустим, в динамике, да, вот, то есть, можно явочным порядком взять, то есть, не можно, а и так, в принципе, и нужно делать. Можно, ну, опять же, там по ситуации можно 7 часов сделать. Ну, я думаю, что это вызвано всё-таки тем, чтобы это было не так резко и для рабочего класса тоже, потому что, ну, это же потеря, потеря будет в зарплате, если это неиздельная работа, если это повременщики, то, ну, как это скажется на семьях, там, в общем-то, ну, всё-таки это такой плавный, более переход, я думаю, вот, но это сам, я думаю, он более, ну, предпочтительнее, вот. Извините, пожалуйста, это я задавал вам. Дело в том, что повременщики имеют оклад, который никак не может ни в ту, ни в другую сторону колебаться. Поэтому я не призываю, я в этом очень мало смыслил, и вот мне хотелось это узнать. Мне, лично мне кажется, это уже выступление, извините. Выступите, давайте, я вас запишу и выступите. Вопросы сейчас ответят. Ещё есть вопросы. Есть отраслевое соглашение ради электронной промышленности на 18-е-е-е-е-е-е годы. Так вот, выполняются ли на предприятиях отрасли или на вашем предприятии такие пункты. Первое. Обязательно индексация зарплаты на концентре инфляции. Поддержание уровня средней зарплаты не ниже 400% от прожиточного минимума. И тарифная ставка не менее 60% от заработной платы. Ну, насчёт индексации могу сказать, что нет. Возможно, ну, да, я нет. Я такого могу сказать, что нет. По остальным пунктам, ну, значит, 60% от заработной платы, тарифная ставка, да, это есть такое, да, выполняется и... Средняя зарплата 400% от уровня прожиточного минимума. Прожиточный минимум... Ну, 44 тысячи. Я думаю, 45 тысячи. 45 тысячи. А что, это прожиточный минимум, а в Петербурге 18 тысячи прожиточный минимум? Минимальная зарплата 18 тысячи, а прожиточный минимум? 9700. 1 700 за 400% от 200. 45 тысячи есть? 45 тысячи, ну, в среднем, да, наверное. Все, спасибо. Спасибо. Записавшиеся наступление будете? Пожалуйста, проходите сюда. Может, не стоит проходить сюда? Ну, надо, ну, надо. Товарищ Комарова, пожалуйста, до 5 минут. Вот, хорошо. Лично мне кажется, что если поэтапно переходить к 30-часовой рабочей неделе, это может затянуться, как и вы сказали, и на год, и на два, мне кажется, что раз капиталисты пошли ва-банк, это лично мое мнение, я никому его не навязываю, раз капиталисты пошли ва-банк, надо действовать в ответ жёстче. И явочным порядком сейчас же, если вот, конечно, при условии того, что существует забастком, и существует организация рабочая, и явочным порядком установить 30-часовую рабочую неделю. Если при этом встретится сопротивление, жёсткая забастовка и требование 25-часовой рабочей недели. Ну, вот это, мне так кажется, потому что они наглеют, и ответ им может быть только наглость. Спасибо. Герасим Иван Михайлович, пожалуйста. А можно мне потом? Записаться надо. Записывайтесь. Записывайтесь. Ну, как вы, пожалуйста. Уходим. Дождь, дождь. Нас трогает здесь. Товарищи, во-первых, я хотел бы ответить, тут товарищи сомневались, не вычислить ли нас роботы. Но вот, наверное, вы давно не читали Маркса с студенческих лет. Да. Значит, Капитар я имею в виду. Там Капитар описывает, как Марксовые времена, во времена промышленной революции, производительность труда роста каждый год на 10-20 и более процентов, и наблюдалось там примерно то же самое, что сейчас в отрасли вычислительной техники наблюдается в последних 70 лет. То есть там удвоение предварительности через каждый относительно короткий промежуток времени и кароссальный-кароссальный рост предварительности труда. И Маркс пишет о том, что раньше здесь была фабрик, где работали сотни людей, теперь здесь цех, где ткут автоматические станки и несколько мальчиков только подметают пыль. Он там описывает, как 12 мужчин изготавливают 48 тысяч иголок за смену, прошло несколько лет, теперь 3 женщины изготавливают 720 тысяч иголок за смену и так далее. И тем не менее численность рабочих, и он, кстати, у него там в отдельной граве, он пишет, что возрастает удельный вес всяких там обслугий, горничных и так далее. Но и тем не менее, с тех пор численность, абсолютно относительная численность рабочего класса выросла. А то, что имеет место в гляде развитых стран снижения численности рабочего класса, это не по причине того, что роботы, а по причине того, что просто выводит производство страны с более дешевой рабочей серой. И в частности, вот сейчас в Америке интересные процессы, там и снижается безработица, и растет численность рабочего класса, и в то же время бурно внедряются новые производства, и там производительность труда, надо сказать, заметно растет. И вместе с этим растет еще раз численность рабочего класса. Как здесь бояться не надо. Значит, ну это такое вступление небольшое. А что касается вопроса, что я задал Дмитрию Юрьевичу по поводу профсоюза. Я как-то всегда считаю, что если есть возможность, надо работать в НПЛ-инском профсоюзе, потому что там есть выход на людей, выход на массу. Ты там в правком приходишь, в политехия, вот ты в правком там заходил, и я был сопредседателем профбюро факультета, и там успешные газеты наши раздавал, и предложение вносил в корт договор, и печатался в газете политехник, и в общем-то это была, конечно, трибуна, определенный способ влияния на людей. В трансмарше вот одно время было примерно то же самое. Меня выдвинуло, где я работаю, в правком, в группу орган избрали, и в правкоме так прислушиваюсь, и газеты я там раздавал, и все такое. Все вроде было хорошо, и корт договор мы написали. Вот, и, ну и тем не менее, вот пришел новый энергичный директор, он, значит, как-то стал пытаться это все построить, и, в общем-то, была у нас как раз вчера профсоюзная конференция, и председателем правкома внезапно избрали начальника Адера одного, причем он, ну и видно, что бывает, он никогда, вот только ввели в правком, причем под нажимом директора в июне месяце, он не посещал, ну, одно-дно только, по-моему, после этого было заседание правкома, и профсоюзной работе ни о чем совершенно. Ну, начальник Адера, вот ему директор сказал, будет, когда он в правком, он пошел. Ну, вот, и, в общем-то, видно совершенно, вот, откровенно, что это директорский став не будет. Конференция прогрессовала за. Вот, потом, согласно уставу профсоюза нашего, оказывается, вот в правком не так попадают, что я туда как-то проскочил, что называется, а тут группировались, сконцентрировались, устав прочитали, правком, оказывается, состав правкома выбирается на конференции, и председатель правкома выбирается на конференции на 5 лет. И все, то есть их избрали, правком состав избрали на 5 лет, все. И туда, так сказать, а там коллектив может избирать, перезбирать, там что угодно. Вот есть правком, есть поседатель, все, 5 лет. Заходите через 5 лет. Вот, это тут сразу же, и надо сказать, что вот я побывал на заседании правкома, я увидел, во-первых, там контингент, там начальники лаборатории присутствуют, такого типа люди, и они откровенно, накраписто топят за руководство, просто вот откровенно. И, в общем-то, и вот правком вот в этом составе, это вот, скорее, это не защитники, интересно, трудящиеся, хотя бы плохие, срабы и так далее. Это вот, скорее, такие политруки, как бы, от руководства, которых задача, это вот то, что трудящийся к ним подойдет с просьбами, его там выслушать, как-то так это возмущение пригасить, разъяснить, что нет денег, что директор все возможное делает, то, что у вас зарплаты маленькие, вы сами виноваты, не работаете, и так далее. То есть, это вот здесь вот как-то вот такая червоточина закралась. И вот действительно, как Дмитрий Юрьевич поставил вопрос, вот, пролетарию всех стран соединяйтесь, а как вот объединяться-то? Как вот вычленить людей? Но вот если брать, так сказать, все-таки, что мы как коммунисты здесь, да, вот правком вот такой, это вот пожаруй нам не то, что слабые союзники какие-то, а это вот, может, даже откровенные враги, это проводники линии администрации. И, надо сказать, присутствовала на конференции там представитель от кома профсоюзов, такой сытенький, гладенький, глазки масляные, расснятся, поблескивают, значит, вот, да, у вас теперь есть правком вы избрали, со всеми бедами туда приходите, вас там выслушают, ну да, а это самое, а перед этим вот, мы-то, я туда привел парня молодого нашего из Альдера, да, глядя говорит, посторонние выйдите от заседания правкома. Я говорю, что это он выйдет, вы выйдете отсюда, давайте ставить на голосование. Ну, какие-то, как так на голосование ставить не став, это самое, тот остался сидеть. Но я же сейчас в отпуске, они перед конференцией провели еще один правком, но там, естественно, лишних уже не было, и что там-то говорилось, непонятно. А вот сегодня, буквально несколько часов тому назад, у меня был телефонный разговор с товарищем нашим на производстве, у них там в правгруппе выбирают правгруппорга, но там хорошая профгруппа, там около 300 человек, вот, и конференция тоже. Так вот, собирают конференцию, там вроде со всеми переговорили, там деликаты все свои должны быть. Вот один подходит, слушай, говорит, мне 50 тысяч дали, я заболею пожару, не пойду на конференцию. Другой подходит, мне 50 тысяч дали, я, слушай, я пожарую, мне телевизор надо покупать, я не пойду на конференцию. Вот, но я про наших думаю, ну дешевки, блин, им-то там, наверное, дали, там, в лучшем случае, 10. А тут прямо вот, ребята, открытым текстом в этом, ну вот, так пиши, это самое, пиши статью, мы опубликуем, раз у вас там такая откровенность на таком уровне. Вот. Но они решили как? Они решили, раз так, ну не будет форума, отводят конференцию и переизберут этих делегатов. А те тоже довольны, они деньги получили, с них администрация уже назад эти деньги не возьмет, и им еще, да, им еще взыскание списали за год, ну все какие были. Так что вот они, так сказать, тут кинут немножко, возможно, администрацию. Ну посмотрим, все получится. Но во всяком случае, вот такие вот расклады сейчас в профсоюзах, поэтому вопрос вот этот не пустой, и как вот вычинить, как организоваться сранником у нас, вот это вот большой больной вопрос. И Михаил Васильевич, я вот с ним разговариваю, он мне прямо говорит, «Ну ты уйдешь из этого профсоюза, будешь создавать свой, в него никто не пойдет, от этого ты уйдешь, но я вот по последним сведениям его не ставлю». Да, кстати, и в правком в новой меня тоже не избрали, когда за правком зачитывали список на конференции, Герасимова там нету. Кто за новый состав правкома? Ну все прогрессовали. Ну, все, я же не буду орать там «Герасимова, Герасимова забыли». Так что это, конечно, директор здесь постарался, но с другой стороны, конечно, там тоже не морчат, кое-что говорили, и вот по одерам пошел после этой конференции, и все, ах, ой, какой ужас, ой, какой кошмар. Ну, по крайней мере, хоть люди поняли, что это самое. Раньше-то так градко это проходило, никто внимания не обращал. Ну, и, конечно, что еще надо иметь в виду? Что рабочим ни в коем случае нельзя расслабляться и вот надеяться на то, что какой-то где-то персонаж за них вступится и за них решит проблему. Будь то про группу, будь то председатель правкома, будь то какая-то партия, будь то еще кто-то. Вот у нас вот в комментариях под нашими роликами на Ютубе, ВКонтакте, и вот начали. О, люди работают, здорово, хорошо, но что хорошего-то самое, ты давай тоже работай-то. Не будешь ты работать, никакие люди за тебя твои вопросы не решат. Вот это вот очень существенно. Это вот рабочим надо понимать, что ждут тяжелые времена, сейчас тяжелые времена, будут еще более тяжелые. Как один товарищ мой выражается, самое противное на свете это мерзнуть, выдадать и воевать. Ну вот тут, как тут, все может быть. И надо настраиваться на то, что на борьбу наличную, на то, что тебе лично придется приносить жертвы и придется тебе лично решать какие-то вопросы путем затраты больших сил. Спасибо. Все, прошу, как принято. Бывает, действительно. Я вообще-то не собиралась выступать, но у меня были очень большие вопросы, на которые я вряд ли здесь ответил. Зачем вот сейчас бороться за 6-часовой рабочий день, если собираются четырехнирку умасти? Смысл в этом? На какой смысл в этом? Откуда с ним разбирается? На месяц-то на больше. Так все уже. Как все еще? И как это будет выглядеть? Вот как вы себя видите? Еще ничего, это идея не идет. Пожалуйста, выступайте. Ладно, не мешайте. Вот именно. Какая 6-часовая? У меня сейчас, я газеты раздаю на электросиле, я отработала там 35 лет. В 6-м году мы организовали профсоюз защиту. Вот до 12-го года, до 14-го, я была председателем там. Там замечательный коллективный договор. Там есть все. Я еще выискивала там. Его никто не читает никогда. Вычитала я там, значит, поправочка об оплате труда, сверхурочная, все. Если переработка идет свыше месячной нормы, да, ну, 172 часа, если свыше, то, значит, является, то есть, так там двойная, оплата полуторная, а если свыше этого, то оплачивается в двойном размере сверх оклада. Ну, то есть, получается, 3 вроде как, да. Я прихожу к экономисту и говорю, вот, видите, получается, что 300 рублей в час, ну, так, считать по столу. Где это вы взяли? Я говорю, да, вот, в коллективном договоре. А кто это его написал? Я говорю, вон у вас, в шкафу стоит коллективный договор, откройте и посмотрите. Она прочитала, говорит, ну, правда. А мы так и платим. Я говорю, да нет. Ну, так, я уже посмотрела по листочкам. Ну, значит, будем так платить. И правда. Месяц второй проходит. По листочкам я посмотрела. Все вычисляют больше. Я к ней прихожу и говорю, а что это так? Кто переработал, кто не переработал. Ну, сверхуручные. Все равно сверхуручные оплачиваются. В тройном получилось. Она говорит, а нам не жалко. И все. Вот что делать? Как бороться еще за что-то? И насчет ежегодного повышения. Сверхуинфляции, значит. На 5% сверхуинфляции. И на договоре было. В Девятом году не заплатили. Значит, обратились. Руководство, дирекцию. Нам отвечают, что по противу трудящихся не будет повышения никакого. Ввиду тяжелого положения, все. В прокуратуру обратились. Оттуда прописание пришло. Короче, получилось, что им пришлось выплатить аж 18% за 10-й год. Ну, то есть, с 10-го по 11-й. За 90-й год. Прошло уже. И они за 2 года на 18% подняли. Все. Замечательно. Вот после этого такое давление началось. И вот их совсем не пугает. Профсоюзная там деятельность и все это. Я сидела... Ну, то есть, меня отстранили от работы. Я на крае работала последние. 15 лет. А вообще, 35 лет работала. Я забыла, что хотел сказать. То есть, правосоюзных не пугает. Их именно политическая направленность. Именно рабочие, коммунистическая парня. КПРФ-ники не волнуют совершенно. Они добьются. Они, в общем-то, ничего не добиваются. Уже спрашивали, да. А вот это вот... Вот тогда давление началось. Уволить практически всех. Я там оставалась одна, потому что я работала в избирательной комиссии. И у меня не было причины. Меня высадили в простой. Два с половиной года я сидела в простой. Доплатили, где третий. 15 тысяч. Сначала я, значит, в цехе была. Только мне не разрешалось выходить в цех. Чтобы со мной никто не разговаривал. Начальник цеха предупреждал рабочих один. Не говорите с ними, подойдет, вы ее бейте по голове. Чем попал. Вот. Ну, потом я прихожу и сижу в одном кабинете с этим... с цеховым комитетом. Председателем цехового комитета. Напротив начальник сидит. Ну, то есть я нарочно прихожу и начинаю считать заявление, сколько я получила. То есть выходит из того профсоюза, и скупает мне. Я при нем начинаю. Да, делала вас. Нормально идут. Ну и начали меня вообще удалять. Сказать, чтобы я не появлялась на заводе. Я бы на это время устроилась на другой завод. Получила там разряд выше. Из-за этого меня якобы отстранены от работы. в общем последние полгода я присидела вообще в камере хранения на другом заводе на ОМЗ. То есть с электросилами я привезли туда. Там никто меня не знает. И вот в камуре я такой сидела. Стол, стул. Все. За 8 часов там должна была сидеть. Никуда не ходить. На территорию завода у меня не работает. На выход тоже там. Сколько-то это считает? 10 метров, что ли? к проходу. Ну все. Полгода я там сидела. Когда я там повесила объявление что здесь правком защиты находится пришел из охраны короче как его называют служба это. Зашел в качок такой отвертку дай давай у меня нет профсоюз выходит за стеклышком стеклышком на дверях и там записочка написала что правком защите здесь есть. Он руками вот так выдрал снял вот этот листочек и зашел это выпросил нет такого профсоюза не будет меня так потряхивает незаметно да есть такой профсоюз и будет он тогда наклонился думает мало ли запишу глухо мне говорит да я тебя грохну а фамилию вы как спросили фамилию? нет я на него писала потом разбирались одно праздник надо было написать фамилия имя отчество второе это тогда написалось и тираж не важно писать счастье было надеюсь короче я его после этого не видела конечно но потом все равно меня увылили так вот что в первую очередь что надо объяснить людям что социализм нам нужен капитализм нам строить ни к чему товарищ на прошлом занятие товарища гражданин мне сказали господин он тоже меня что без рынка нам не обойтись этого не может и потом когда он спросил а когда же будет коммунизм вот сюда товарищ сказал что боритесь за коллективные договоры будет вам коммунизм это не бред ли при чем тут это только притом и есть а у вас тупик сейчас бороться не надо надо бороться за социализм конечно когда социализм будет бороться не надо я раздаю все подказеты там меня знают все на заводе и товарищ который я знаю сколько времени идет рабочий старый во временем цехе он работает что там в москве думает профсоюз почему они нам не разрешают больше значит сколько там положено перерабатывать это получается всего два три этих сверхурочных в месяц оно надо больше я говорю ты совсем что ли это пел до крайницы ему больше надо работать и все так и все эти 6 часов чтобы еще 6 часов на таком третье работать для этого будет добиваться пока человек не поймет что капитализм нам тут улучшает ни к чему абсолютно уже нельзя записываться нам все спасибо вам заключительное правило известное записывать вопрос вписанный в форме уважаемые товарищи что хотел сказать замечание выступления по поводу того что 60 часовая рабочая неделя уплотнения хотят но они уже давно хотят это понятно что их интерес такой чтобы заставить нас работать больше а наш интерес работать меньше вот это же это понятно но это вопрос борьбы это вопрос борьбы если не бороться то будут искать другие пути так вот не так так еще еще будут будут давить и давят и будут давить и дальше будут давить без борьбы мы будем дальше только пятиться пятиться а уже куда еще дальше пятиться товарищи потом это же еще только разговор это тоже прощупывание такое как отреагирует народ что а мы вот так реагируем если мы вот так отреагируем выставим мы послушаем другие коллективы будем включать 6-часовой рабочий день вот что они тогда как они 6-часовой рабочий день это ответ на все вопросы на и значит нехватку времени и производительность труда здоровье работников улучшается свободное время для обучения для своего развития для для семьи для для вообще то есть для для всего человек будет богаче будет уничтожаться классы уже даже даже при капитализме начнут уничтожаться и еще хочу сказать что ну вот это как бы баланс да будет уменьшаться да нагрузка вот занятых производительным трудом людей да на них будет снижаться не за счет количества рабочих нельзя снижать количество рабочих вот это очень важно потому что потому что уже была такая ситуация когда вот в Англии да уже рабочий класс вообще поставили в такую в такие рамки что уже на грани вымирания было ну так что мы к этому до этого довести спасибо спасибо Дмитрий Ильич объявление о теме следующего занятия предпосылки создания советов в России лекцию читает доктор философских наук профессор Козенов Александр Сергеевич встречайте через неделю следующий четверг предпосылки создания советов в России в России